Всем привет! Сегодня 13 июня 2020 года. Я продолжаю путешествовать по западной части нашей страны. И сейчас я нахожусь на речке Днестр в районе села Сивка-Войнылевска. Это Галерский район Ивано-Франковской области. Параллельно еще посмотрим состояние старого моста. На нем сейчас стоит ограничение по весу, но его все игнорируют. Ограничение здесь 7 тонн. И в любой момент этот мост может рухнуть таким же образом, как и мост в Алексеевке. Поэтому это еще одна причина, почему руководство области так спешит открыть этот мост, для того, чтобы перекрыть этот. Что будет с этим мостом, пока непонятно. ПБС не имеет информации, будут ли они его разбирать. Может кто-то другой будет разбирать. Существует вариант, возможно, превратить его в некий туристический объект. То есть запретить на нем движение транспорта, отреставрировать весь внешний конструктив, отделку, укрепить и сделать это как мост пешеходный и велосипедный. С одной стороны, эта идея людям нравится. С другой стороны, здесь пока не очень такой туристический поток. Здесь в основном люди транзитом проезжают. В общем, думают, что с ним делать. Хотя сам по себе мост интересный и как какой-то памятник индустриальной эпохи мог бы и остаться. Ну, решать не нам. Я озвучиваю то, что я вот здесь услышал из разговоров. Вот здесь я вам нашел место, где еще не установлен деформационный шов. И мы можем немножко заглянуть в недра моста и посмотреть, как он устроен. Домократная балка, которую я вам говорил, она здесь в двух экземплярах присутствует. Ну, так, везде на всех пролетах. То есть, вот эта домкратная балка относится к этому пролету. Эта домкратная балка к этому. Они позволяют сообщаться. Там внизу подмости, я вам тоже это покажу. Может быть, вы заметили, я вам их показывал, просто не комментировал. И на другом конце моста по этим подмостям можно перебираться. И поэтому в домкратных балках оставлены отверстия для того, чтобы можно было обслуживать мост, перебираться с одной балки на другую. То есть, фактически, один пролет металлический, это как вот такая цельная конструкция. Она абсолютно независимая от другого пролета. Мы видим, что вот стык пролетов. Зачем я вам показываю? Это то место, где были скреплены эти балки, когда происходила надвижка. То есть, надвижка происходила одним сплошным куском на три пролета. Почему я вам ошибочно сначала сказал, вот мне цифра тройка запомнилась в голову. Но на самом деле здесь четыре таких пролета. Просто четвертый заставлялся уже вот-вот сейчас, 19-й или начало 20-го года. И после этого накладки были сняты и пролеты разделили. Теперь каждый пролет отдельно. И еще раз повторяю, есть возможность, если надо что-то подрегулировать, подремонтировать, целиком приподнять один пролет, на шве он будет играть и поменять подферменник, залить новый, либо же поменять резиново-опорные части. Далее мы видим уже знакомые нам анкера Нельсона. Это то, чем также подвижным образом плита монолитная соединена с конструкцией из балок. Хотя сами по себе, тоже я думаю вы поняли, балки в пределах одного пролета, они достаточно жестко скреплены всеми этими раскосами и стяжками. Ну вот, получше вам еще ближе показываю, как эта балка выглядит. И она такая вот имеет, между каждыми двумя балками и продольными, вот такое окошко для того, чтобы можно было переходить. Внизу, возможно, вы видите подферменники уже. Тут сплошной подферменник залит для двух балок. Но каждая стоит на своей отдельной резиновой опорной части. Еще раз обращаю ваше внимание на водослив. Почему вот эта вот сплошная часть, я думаю вы уже догадались, потому что здесь будет асфальтироваться до этого уровня. И сверху она еще будет декоративной металлической решеткой закрытой. И патрубки, я уже повторюсь еще раз, выводят в будущий коллектор, который будет на сепаратор в одну и в другую сторону переходить. Вот мы видим, приготовили на то место, которое мы только что с вами посетили, ставить еще один шов. Я вам уже много раз показывал швы, но возможно, я никогда на это не обращал внимания. И кто-то мог не учесть этого. То есть шов, вот эти вот две части, они между собой абсолютно не соединены никак. То есть когда он устанавливается, когда он транспортируется, тут есть П-образные крепления. После того, как шов закреплен на выпуске арматуры в пролетах, либо же в пролете и в шкафной стенке, эти П-образные крепления срезаются. И это получается две абсолютно независимых между собой части. Они соединены только специальной резинкой, которая, соответственно, не дает воде и прочим гадостям с моста протекать вниз и разрушать опору. И поэтому, это я к чему вообще все рассказываю, к тому, что когда пролет поднимается целиком, то здесь есть некоторый люфт, как на этом шве может, ну я не знаю на сколько, может быть там 3-5 см, это обычно достаточно для того, чтобы заменить рочь или что-нибудь еще сделать с этим мостом. Чтобы вам было понятно, зачем нужны домкратные балки и как это можно приподнять мост действующий. Они все, эти части, они раздельны друг от друга. Вот мы уже дошли где-то до середины моста примерно и видим, что здесь уже даже укреплено перильное ограждение, красивенькое такое. Но все равно оно сейчас делается все в одном примерно стиле, с какими-то промежуточными перилами, дизайн один и тот же. Здесь мы видим уже очередной шов, подготовленный к бетонированию. По этой стороне уже вот-вот тоже будут ставить ограждение, уже все приготовлено. И по той стороне ограждение частично выставлено. Здесь уже все это есть. Также мы видим и отбойники уже привезены сюда. То есть здесь уже, ну вот, вот настолько-настолько финал. Сегодня у нас, напоминаю, 13 июня до 24 августа. Надеемся, что все будет сдано. Причем я здесь не вижу какой-то спешки, просто ребята быстро работают и хорошо у них все это получается. Еще раз напоминаю, что здесь работает ивано-франковская фирма ПБС, которую мы с вами встречали уже на нескольких объектах. На Ивано-франковщине и на Черневетчине. Мы с вами перешли всю часть металлических пролетов. Последний пролет, как я уже сказал, был собран вот совсем недавно относительно. И вновь вступили на пролеты балочные сборные из железобетона. И здесь, я вот могу констатировать, что здесь нету деформационных швов, хотя балки, они подвижным образом там соединены. И здесь, как мне сказали, тоже использована на стейках арматура с полимерным покрытием, для того, чтобы там немножко все-таки бетон гулял внутри самой толщи плиты. Здесь, как мы видим, на стейке между металлическим пролетом и железобетонным пролетом уже полностью готов забетонирован деформационный шов. И следующий, уже последний шов, это там на въезде. По сути, здесь уже на вот этой части моста все готово для того, чтобы нанести финальный слой гидроизоляции, потом заасфальтировать и выставить отбойники. И, пожалуй, это уже все будет. Я вот не знаю, пока будет ли здесь еще борт дорожный. Попытаюсь сейчас выяснить этот вопрос. И тоже обращаем внимание на старый мост уже с этого ракурса. Видим, что здесь, в общем-то, конструктив, вот он немножко коррелируется с конструктивом нового моста. А именно, что я имею в виду, береговые пролеты, которые вот, ну, большей частью находятся на суше, они делаются железобетонными, были сделаны. Те пролеты, которые стоят над водой, они были сделаны вот таким вот образом на железобетонных быках и на фермных конструкциях с выложенными плитами железобетонными. И далее один пролетик тоже на береговой части, балочный железобетон. Вы меня можете спросить, что вот это вот за каркасы для свай. И действительно, здесь уже ничего не будет буриться, никаких свай. Я вам упоминал о том, что здесь, на этой площадке, готовятся многие части для Боднерово. Это не так далеко отсюда, я не знаю, это в пределах, может быть, 20 километров. И здесь это все делается. Это каркасы для свай, это некоторые железобетонные изделия, которые можно забетонировать в одном месте, а потом установить в другом месте. Вот они здесь изготавливаются, здесь больше людей работает. Там вчера вы вообще не видели людей, потому что мы уже поздно приехали. Но там сейчас пока нету каких-то таких вот, ну, сильно больших монтажных работ. Вот там несколько человек, насколько я знаю, работают, там всякие подходительные работы делают. Но в ближайшее время, еще одно уточнение, у нас много перекликающихся обзоров будет здесь сделано. Вот уточнение такое, мне сказали, что на предстоящей неделе, сейчас у нас, если я не ошибаюсь, суббота уже, вот на следующей неделе, где-то среда-четверг, если не подведет погода, там будет проведено асфальтирование полностью на мосту и на подъездных путях, и будет открыто движение. После этого старый мост, я вам показывал, в каком он ужасном состоянии находится, он будет полностью заблокирован, и начнется его разборка. Как будет разбирать, пока неизвестно еще. Кстати, если кто-то живет в Боднереве или рядышком где-то, то я прошу, если вам не тяжело, заснимите какие-то моменты, может быть, на видео, на фото, и выложите в нашей группе в Facebook. Называется она, если вы еще не знаете нашу группу, городской обозреватель Киев и Украина. Вот там мы все такое принимаем. Туда же, на тот же мост, приготовленный, здесь уже забетонированы, это плиты примыкания, там они сборные. Здесь они монолитные и цельные на этом мосту, а там они сборные, и монолитится только их конечная часть, которая не належнее получается, а такой вот монолитный слой. Вот так вот, это еще одна разница в конструктиве. Здесь, кстати, тоже, хотя еще я повторюсь, не решен вопрос с демонтажом этого моста, будет это или нет, но когда мы приехали, здесь были огромные заросли всякой растительности, и вот пока мы здесь ходили, гуляли, экскаватор здесь все расчистил. Скорее всего, далее он пойдет расчищать там, чтобы все это освободить. Для чего? Пока неизвестно. Либо для демонтажных работ, либо для восстановительных работ, если здесь будет принято какое-то решение сделать, как я уже сказал, там пешеходный, туристический веломост. Ну и наконец мы перешли мост полностью, дошли до плит примыкания, и видим здесь ситуацию абсолютно аналогичную противоположному концу, то есть здесь защита только со стороны моста, тут нету. Ну почему так сделано, не совсем понятно, может быть потому, что здесь, напоминаю, плита, она немножко подвижно находится относительно шкафной стенки, которая вот здесь вот сделана. Кстати, шкафная стенка, мне предупредили, она здесь только от ригеля и до деформационного шва доходит, для того, чтобы забетонировать и закрепить деформационный шов. То есть внизу, там шкафной стенки нет, там просто будет засыпка грунтовая, армированная неким там, я не знаю, решеткой, волокном, чем-нибудь таким. Ну все, мы прошли мост сверху, теперь ненадолго зайдем вниз, посмотрим еще с этой стороны, я вам говорил, там есть различия, и далее отправимся летать. Вот, чтобы вы поняли, вон уровень дороги, она относительно окружающей земли, находится где-то, наверное, метра два, два с половиной, и вода была еще плюс метр над дорогой. Здесь мы видим, что энергообеспечение городка строительного осуществляется за счет генератора собственного, хотя здесь есть высоковольтки, но, видимо, посчитали, что рациональней питаться самостоятельно. Здесь мы видим огромное количество банок с антикоррозионными материалами, помеченными как Велесгард. Я вам уже рассказывал, что здесь будет защита бетона Велесгардом делаться, и защита металлических конструкций, включая покраску. Вот здесь много-много-много всего. А это, насколько я вижу, это вот то самое напыляемое вещество для гидроизоляции. Я сказал, что я забыл название, вот сейчас я могу прочитать вам его. ВГ Велефлекс. Что это, я не знаю, но, я думаю, интересующиеся могут загуглить и понять, что это такое. Еще раз говорю, это будет покрываться гидроизоляция на проезжей части под асфальтобетон. А вот это вот у нас Велесгард для защиты бетонных и металлических конструкций моста. Далее мы видим большое количество труб. Вот пока я затрудняюсь сказать. Возможно, из них будут коллектора собраны. Возможно, это будет водоотведение с насыпи делаться. Посмотрим, что это будет. Здесь у нас вторая часть материалов, которые будут использоваться на мосту. Это тоже отбойники. Это какие-то крепежные элементы. Это уже металлические опоры освещения. И далее мы видим, ребята, еще очередной каркас собирают для сваи, которые будут использоваться в Боднерове для моста. Итак, мы снова спустились под мост уже на противоважном берегу. Видим все тот же сепаратор. И далее смотрим на стоечки. Я вам говорил, что здесь есть различия. Я немного запамятовал метр или 800. Все-таки 800 миллиметров толщина вот этой вот стойки. Еще раз повторяю. Внизу забетонированная свая. Здесь три сваи без дополнительного какого-то куста, без ростверка. Там свая на глубине метр двадцать. Сбивался оголовок. Здесь были старые стойки, которые в самом начале 90-х годов делались. Их убирали отсюда. И наращивался каркас. Ставилась опалубка. И наращивалась вот эта стойка. И что еще мне сказали интересного, это более для любителей истории, что в 90-х годах, когда мост начинал строиться, не было средней стойки. То есть здесь планировалось, что это все будет на двух боковых стойках. Так оно и было. После этого это все было убрано. Здесь досверливалась свая еще одна посередине. И ставилось три стойки. Вот таких вот. Здесь мы видим балку, которая нам очень знакома. Такие балки использовались для закрепления вантового моста рыбальского. Для того, чтобы он не обвалился. А здесь эти балки, они использовались, я вам уже рассказывал, когда мы были на другом берегу. О том, что здесь была сложная операция по выставлению строительного подъема проведена. И вот этими балками их поперек устанавливали сверху. Там часть опирали, часть подвязывали. И с помощью домкратов, с помощью этих балок, подвязанных и опертых частей, вот поднимали балки, перекручивали для того, чтобы выставить тот строительный подъем, который был нужен по проекту. Еще одна мелочь. Здесь стоят такие огромные жаровни, в которых разведен огонь снизу. И прокаливают песок для пескоструйки. Для того, чтобы, насколько я понимаю, пескоструить и сверху под гидроизоляцию, которую вы уже видели. И пескоструить все старые части для антикоррозионной обработки. Мы еще раз смотрим на надводную часть моста уже с другого конца. И сейчас поднимемся внутрь конструкции из балок, для того, чтобы вы могли посмотреть, как там все сделано. Здесь мы видим, также уже разбирают последнюю консольную опалубку, которая использовалась для бетонирования тротуарных консолей. Ну, а здесь мы видим опалубку для бетонирования перемычек для нового Боднеровского моста. Тут все, все, все делается параллельно, сразу вместе. Наконец, сейчас мы находимся уже на технологических подмостях. Они, кстати, остаются на постоянной основе здесь. Еще, насколько я понимаю, будет довариваться к ним ограждение. Это мы в конструкции металлического пролета. И вы видите, благодаря отверстиям в домкратных балках, мы практически до самого конца просматриваем этот набор пролетов. Из четырех пролетов по 33 метра. Высота здесь, вот я стою, значит, здесь где-то, наверное, порядка метр шестидесяти. Высота этих балок. И мы видим все эти косые и прямые перемычки, которые соединяют это все в конструкцию. Ну, а сверху у нас забетонированная плита. Тоже с таким немного сводом сделана для большей надежности. Кстати, еще интересная особенность одна. Это ригели на стыках между пролетами железобетонными и металлическими. Вы видите, что ригель здесь как бы ступенчатый, потому что на металлический пролет надо опорная часть ниже, он сам выше, железобетонный наоборот. Поэтому мы видим, что половина ригеля, она такая вот, вот подферменник, резиновая опорная часть. И на них, собственно, балка. Еще интересно, что мы можем увидеть отсюда. Мы этого не видели. То есть здесь балка, она как бы, ну, я ее назвал П-образной. Но больше она, наверное, как Л-образная. О чем я говорю? О том, что здесь есть расширение на опорных частях. Причем здесь использована предварительно натяженная арматура. Вот так вот эта балка выглядит. Это я смотрю, сейчас все четыре пролета насквозь. Если бы мы сюда не залезли, возможно, мы бы не заметили, что здесь такие есть утолщения. Но, соответственно, что интересно, вы видите, что здесь есть тоже, между двумя балками образуется такой канал. И сверху там тоже расширение идет. В общем, все очень интересно, все очень ново для нас и необычно. Ну и давайте немножко пройдемся вдоль подмастей. Посмотрим сверху на бурную реку. Дойдем хотя бы до конца пролета. Посмотрим, как там дальше стыкуются эти пролеты. Если смотреть на них снизу. Кстати, немножко лирики. Когда я уже забирался сюда вот под пролет, я увидел, что сверху парит орел. И у меня даже есть некоторые опасения по поводу запуска дрона. Здесь как бы орел не наложил свои санкции на мой дрон. Потому что где-то мы летали, не помню где, вот в этой же поездке. И там тоже какая-то крупная птица была, может быть ястреб, либо же тоже орел. И он уже так подозрительно окружился и примеривался к моему дрону. Но надеюсь, что нас эта участь минет. Мы видим, что закончились подмасти уже стационарные. Но внизу для них много составных частей лежит. Так что я думаю, что здесь будут эти подмасти стационарные продлены на весь мост. Но пока здесь они такие временные, деревянные. И мы видим внизу мчится водичка. Ну что ж, мы выбрались на свет божий. И теперь попробуем полетать. Надеюсь, орел не позарится на наш квадрокоптер. Д сюрерокоптер. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч, до новых встреч, до новых обзоров, пока! ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok